Если ты кого-то осуждаешь, даже делай это втайне, то ты должен понимать, что обязательно будут осуждать эти мяр. Ведь дьявол всегда предаёт того, кто ему служит. Потому что для него тот, кто ему служит, всего лишь корм, всего лишь инструмент. Дьяволу на самом деле не нужны твои обиды, да ему вообще ничего, кроме врила, не нужно. Просто твоя жизнь, твоя сила. Всего лишь навсего. И самое главное для дьявола, чтобы ты не приведи Господи в рай и не пошёл. Для него человек должен существовать в субличности после смерти физического тела. Тогда дьяволу идут дивиденды. Почему мы тратим свою жизнь в пустое? Почему мы разбрасываем своё время в никуда? Вот это страшно. Если ты осуждаешь кого-то, если ты кого-то ненавидишь, то ненавидят и тебя, и тебя осуждают. А смысл? Мне кажется, что это всё от незнания. В действительности от незнания Любви Божьей, от незнания Истины, от непонимания Жизни. Человек катится, знаешь, вот как камень, брошенный с горя. Катится, потому что он катится. А человек — это ж не камень, человек — это птица, и он должен летать. Но для того, чтобы человек в действительность из камня превратился в птицу, необходимо стяжать Любовь Божью. Давайте, друзья, с этого и начнём. Просто не бить друг друга. Спасибо вам, Андрис. Мир вам.